Стояла прозрачная уже прохладная осень. Я выбралась за грибами, наконец-то, в чистый тихий лес, существующий в своем свободном от работы метро и пробок мире. Надо сказать, природу я душевно люблю и понимаю, что неудивительно. Родом я из небольшого уральского городка, окруженного многокилометровыми площадками леса. Можно даже сказать, что я присутствовала при том, как город только отвоевывал у леса территорию. Когда мы туда переехали, из цивилизации было пару улиц, школа и магазин, а три метра отойдешь и, пожалуйста, тебе. Тут черника, там лисички, а вот на этой полянке сатанистский гриб. Не трогай его, он ядовитый, жутко, похож на белый, а на срезе синеет. В общем, отсюда замечательная способность ориентироваться и знание всего, что и кого в лесу можно есть, трогать и опасаться. Итак, я шла, собирая по пути отличные крепкие опята и сыроежки. Листья пружинили под ногами, где-то неустанно что-то трещало и ломалось, шуршало и ухало. Лес жил своей гармоничной и древней жизнью. Постепенно менялась местность вокруг. Здоровый лес сменялся буреломом. Я постоянно пробиралась сквозь проваленные и сломанные мертвые деревья. Было заметно, что нога человека до меня тут, если и ступала, то давненько. Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать одно. Как клещами тянуло. Здоровый, трезвый человек, я упрямо шла в самую непролазную чащу леса, где, естественно, ни о каких грибах уже и речи нет. И при этом абсолютно не чувствовала, что делаю что-то не так. Иду и иду себе, только отмечаю. Да бурелом, да деревья болеют тут. А сама иду, не думая куда и зачем. Потянула сыростью. Чаще закончилось. Началось болото. Пахло затхлостью и землей. Я шла вначале по кочкам. Потом кочки кончились. Я пошла дальше повязкой жижи. По щиколотку уже в грязной воде. Были ли в моей голове тогда хоть какие-то мысли? Не знаю. Не думаю. В метрах десяти от меня еще глубже в болоте стояла старушка. Обыкновенная такая старушка. Юбка серая, да кофта ве. Лицо бледное, печальное. Стоит, машет рукой. Уходи, мол, уходи. И тут мне как пощечину дали. Что я тут делаю посреди болота с мокрыми ногами? Кто эта старушка и откуда взялась она на болоте? Где до ближайшего жилья километров тридцать? В голове миллион вопросов и мыслей. Но одна самая четкая. Рвать, рвать отсюда, проклиная все на свете. И больше всего за то, что, будучи в здравом уме, болото лезло. Вокруг гудело, трещало и хлопало. Кто был хоть раз в непролазной чаще, в сумерках, поймет это незабываемое ощущение. Лез в глубине своем сердца враждебен. В нем есть что-то чуждое человеческой природе. Неправильное с точки зрения разума. Поэтому без крайней необходимости нормальные люди испокон веков туда не суются. И я не сувалась. А все-таки попала и на силу выбралась. Вышла в трех километрах от машины, что для меня совсем ненормально. Я выхожу всегда точно. Болела потом неделю. Продрогла, видать, на том болоте. Муж сказал, что это леший меня в чащу завел. А старушка, не знаю, даже предположений нет. Но спасибо ей.